итак третья тема зум экономика сейчас вы видите перед собой график зума до зум видео я думаю что вы поработали пользоваться этими конференциями да потому что практически сейчас очень много людей которые так или иначе как-то задействована конференция 300 миллионов пользователей сейчас имеет зум это сравнить семью миллионами которые были до пандемии просто колоссальный рост и вы видите акции как выросли с начала года до зум это одна из лучших компаний вот тут я видел комментарии перед эфиром что вот несмотря на ваш пессимизм сбербанк вырос на 10 процентов да отлично сбербанк вырос на 10 процентов потому что он упал там нас 30 вот но посмотрите насколько вы разум с начала года или начала пандемии даже вы видите можно и тут было я говорил что это очень интересная бумага несмотря на то что он дорогая но это коснем сейчас мы подробно доходность по зуму с начала года составляет 200 процентов если мы это переведем в годовых то это 1297 процентов и это конечно не сравнится с десятью процентами сбербанка 200 процентов это совсем другие цифры даже если вы вы купили в начале мая когда сбербанк мы видим что зум вырос в два раза в отличие от любой бумаги российской такой доходности где вы не найдете но мы сегодня поговорим не о зуме если вам интересно зум обзор мы можем сделать отдельно в рамках подписки на наши продукты вы можете получить более детализированную информацию ну а сегодня мы посмотрим по зуме экономики что изменилось почему зум так начал быстро расти и почему сейчас вот этот эффект зум экономики будет влиять долго на нас и так первое посмотрите несмотря на то что первый квартал закрылся в основном в плюс и некоторые страны в минус этом азиатский регион берем прогноз на второй квартал в котором мы сейчас живем очень негативно как вы видите особенно по индии японии да только китай вот он будет в плюсе мир изменился карантин изменил люди не хотят быть близко контакте поэтому используют такие средства как зум видеоконференции передвижение все это меняется поэтому вот эта новая реальность нужно с ней смириться и и смотреть инвестиционные идеи уже другого характера даже в европе в европе которая сейчас выходит из карантина и уже многие бизнесы ну как обычно дойдут мы видели сегодня прогноз был уменьшим до новый прогноз вот вы видите до более десяти процентов падения по экономике франции да это французские французское правительство вот поменяла такой то есть пессимизм остается и сейчас очень важно именно смотреть компании которые могут выиграть такие как зуму да и какие-то другие вот но в чем проблема проблема в том что многие кричат что будет инфляция да я знаю что многие говорят инфляция 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 но если мы посмотрим по цифрам все-таки у нас канал инвестиции факты мы видим фактически примеру в корее дефляция идет да то есть падение цен в америке доллар до индекс доллара мы видим самое большое падение цен с 57 года то есть пока фрс может печатать не ограниченное количество денег пока нет инфляции да то есть сейчас поддерживается вот этот уровень стимулирования и роста акций а акции растут только сейчас из-за стимулирования это одна причина и вторая это меняется структура экономики становится такая зум экономика поэтому растут основном акции именно айти сек сегмента какие цены падают да мы видим меняется что структура потребления и в основном падают цены на аренду машин мы видим также автострахование падает цены на не продукты питания одежду падает и все это приводит дефляционным ожиданиям но мы видим что сейчас рынок акции начинает расти и это связано со стимулированием именно и того что инфляции нет да и мы видим вот есть такой индикатор акции которые торгуются выше 90 дневной вам мувина это некоторый сигнал ба и сейчас мы зашли вот после стимулирования ба но посмотрите что покупают сейчас инвесторы на это что я говорил еще раньше в этом есть с одной стороны плюс риск с другой стороны нужно понять именно почему и что растет мы видим что индекс насдак ю то есть это технологический сектор это 100 крупнейших компаний айти сегмента сша крупнейшей экономики мира уже пошли подошли к рекорду да то есть такое v-образное восстановление и именно этот насда кью индекс сейчас уже почти восстановился если мы сравним пять акций входящих в спи и весь другой рынок да то мы видим если мы вложили в 5 акций спи в начале года то сейчас бы у нас был уже плюс 15 процентов плюс а не минус 5 акций только 5 акций из 500 компаний все 9 все остальные акции как мы видим идут меньше и имеют доходность минус 10 процентов и это вот это восстановление 10 процентов сбербанк или других банков конечно это вот и вот это тут но я говорил что структура изменилась зум экономика приводит вот такому бурному росту айти сегмента и поэтому вот и спи который сейчас минусе это склейка пяти крупнейших компаний и всех остальных кто такие эти пять крупнейших компаний это amazon это apple это facebook это google или альфабет как он правильно называется в котировках и microsoft то есть вот эти пять столпов делают весь рост и спи поэтому те кто говорят что вот все хорошо в экономике вы ошибаетесь потому что это рост технологического сегмента если мы посмотрим на европу и подумаем что только это в америке такая тенденция то давайте посмотрим что происходит европе еще один сектор который я выделял это фармацевтика до или здравоохранение то мы видим акции здравоохранения действительно показывают позитивную динамику акции технологического сегмента показывают позитивную динамику а просто акции спи stocks евро 600 то есть это 600 компаний европы показывают отрицательную динамику поэтому если мы говорим о росте фондового рынка то надо понимать что растут только сегментированные участки рынка и это вот это зум экономика я так бы назвал но это хорошо все мы вкладываем в эти компании и конечно у нас тоже портфели приносят доходы именно эти компании но если мы посмотрим на дорог на индекс соотношение цены и акции то мы увидим что сейчас индекс цена прибыль спи 500 достигла уровня 20-летнего пика почему потому что особенно зум и другие компании настолько сильно подорожали так как нету других альтернатив то есть вы вкладываете все в пять компаний а 495 компаний в спи не вкладывают инвестор и получается акции очень сильно подорожали и сейчас стоит 20 20-летняя окупаемость давать это очень много если мы посмотрим то среднем за последние пять лет это было где-то около 16 то сейчас акции брод такой вот полный рынок достаточно дорогие но люди покупают почему потому что есть технические индикаторы вот 50-дневный муви на котором я говорил дает сигнал бая это не так часто происходит то есть сейчас мы видим почти 95 процентов выше 50-дневного муви на и соответственно это дает возможность и спи его даже выше 30 трех тысяч торговаться и оптимизм продолжается но нужно смотреть фундаментальные данные и как вот если вы посмотрите на наши индексы настроение по акции фундаментально это основаны то вы увидите что там не все так хорошо и уже немножко мы задвигаемся проблемами экономического характера поэтому будьте осторожны при покупке акций и зум экономика это страшная вещь потому что технические акции быстро растут но также могут быстро и упасть как мы видим коррекция nasdaq в мае в марте месяце было просто сумасшедшие мы упали буквально за пару недель очень быстро но восстановились не так быстро за два месяца поэтому будьте осторожны зум экономика это страшная вещь это очень перекупленность акций и нужно внимательно быть как только фундаментальные индексы будут уменьшаться нужно конечно все это корректировать и портфель свой очищать от технологического сегмента но пока оптимизм остается мы можем рассчитывать на какую-то прибыль но все это очень краткосрочные движения потому что экономика в большой неопределенности вот эти три темы которых я хотел с вами показать и вот сказать более детализированную информацию о выставке я Saint